привет народ этот вставочка которую сейчас я вы видите я хотел в конце видео вставить но потом подумал и решил сделать это в серии в начале в самом потому что все что вы дальше увидите хотел просто сказать что это чисто мое субъективное мнение мои впечатления как бы не осмыслены большей степени потому что как бы еще к тому моменту когда писал еще многого как бы так не посмотрел и не понял и не увидел в этом пансионате отдыхаю сейчас я нахожусь на море вам было понятно азовское море юревка это за сейчас покажу сразу чтобы понимание было вот там вот ялта кто не знает я думаю кто будет смотреть все знают а вот это было сарайская коса то есть мы наш куда идет мы за юрьевка мы в юревке пансионат смена пансионат очень даже неплохой есть свои большие минусы но есть несколько плюсов которые перевешивают значительно все эти минусы самый первый и самый главный плюс это вот эта водичка теплая прозрачная вода которая просто доставляет неслыханное удовольствие наслаждение каждый день второй плюс это второй плюс это пожалуй такая полудикая местность поскольку людей сейчас юрьевки отдыхает мало вот фактически вы можете видеть там наш пляж находится я просто подальше это шо шутку шумно было из там людей мало то есть море не загаженная получается песок тоже хороший все как надо ты отошел здесь как бы совсем дикий пляж поэтому здесь вот можете посмотреть здесь так грязновато скажем так его никто не следит за ним никто не убирает на нашем пляже все чисто и красиво и там и комфортно но это вы дальше увидите еще один плюс большой это персонал этого пансионата добродушные трудолюбивые честные люди скажем так кроме пожалуй чуть-чуть есть небольшой минус об этом вы тоже услышите тираду мою это столовой все остальное пансионате мега чисто просто его каждый день и будут садовники подстригают просто классно все ничего не могу сказать по любому вопросу сразу решает тут у меня было в ванной сгорела душе сгорела лампочка я не успел сходить в столовую это нас 15 минут и уже поменяли пока я сказал за что дошел до админ корпуса говорю там кого-то первого встречного увидел говорю ну администрации говорю мол лампочка сгорела мне сразу ответ час позвоним электрику все будет сделано не успела дойти думал сейчас еще ждать придется уже все чпок уже лампочка горит все класс то есть сервис ну люди которые там работают в этом пансионате здесь очень я так смотрю что не дорожат своим своей работой и очень им дорожат своим пансионатор скажем так всяком случае поддерживают я понимаю прекрасно что денег сейчас не выделяется на перестройку ремонты но они стараются в меру своих сил что касательно цен мы отдохнули получается так как я брал от комбината путевку но с работы профсоюз за меня заплатил 70 процентов ну за меня и за мою семью а я заплатил 30 процентов эти 30 процентов мне встались три с половиной тысячи гривен то есть если на таких условиях то здесь в этом пансионате отдыхать просто сказка полную стоимость в 9000 я пожалуй бы наверное в другом месте наверное если пришлось оплачивать в более комфортных условиях нашел бы где отдыхать поэтому тут как бы надо делать выбор сами ну что еще можно сказать о самом главном плюсе я сказал все остальное фигня это море еще раз покажу вот она это прелестное красивое море все то ради чего стоит сюда ехать ну и собственно все поехали смотреть видео привет народ настало лето время отпусков так как я работаю на доблестном комбинате ильича что в мариуполе который нынче принадлежит мединвест холдингу мединвест холдинг еще не все разбазарил свое имущество которое было нажито коллективом трудовым и взял и путевку на комбинате пансионат смена это поселок или село юрьевка не знаю как точно манужского района донецкой области море азовская пляж все такое прочее рядом у нас солнечный можете видеть через забор ну я уже конечно здесь не первый день но просто вот надо было понять через себя пропустить все это для того чтобы было понимание о чем вам рассказать то есть здесь вот у нас большой очень мы по ним гуляли классный лагерь солнечный вот свою малую хочу отдать туда отправить следующем году а вот сейчас разворачиваю камеру вот непосредственно наш начинается вот он забор пансионат смена так сразу расскажу на данный момент ну как вот я во втором не был пансионате есть два здесь юрики пансионата мединвеста это металлург и смена металлург более старый там все зеленое мы тоже туда ходили вчера такое красивое там сосны все огромное такое большое уже позеленевшие такое но там все люди ругаются на номера что там номера полная полная отстой полно говно в общем здесь наоборот здесь вот как можете видеть до молоденькие весь все деревца юные но при этом здесь в каждом номере есть душ но это дальше покажу туалет как бы все как надо есть конечно свои минусы огромные но об этом постепенно вот наш пансионат который мы заезжаем на заехали на две недели встречает нас здесь такая алле роз красивых хороших но правда вот как я говорил видите деревца вот орехи растут высаженные маленькие молодые еще это как бы я не говорю что это плохо но просто днем когда у час вечер сейчас нормально днем жарко реально потому что открыто почти все мало очень тенька относительно есть беседки все такое прочее но как-то как-то всего маловато сейчас я вам наверное мы пройдемся чуть хотя как во всяком случае покажу так загали так с расстояние что здесь чему здесь у вас елочки здесь все он мои домочадцы идут с прогулки ходили мы кстати до непосредственно но фактически мы еще этот пансионат находится не в юрьевке то есть я вам сейчас покажу вот с той стороны видите поля домачи это уже строится но это еще не юрьевка до юрьевки пешочком вон туда вот туда ну минут 15 ходьбы наверное может с километр то есть доходим до первых магазинов там где уже цивилизация начинается здесь фактически цивилизации еще нет ну что тут еще сказать относительно видите в будущем я думаю будет шикарно все потому что зеленые березки сосенки чего только нету так по правую сторону сразу встречает административный корпус заезд на территорию запрещен как видите но это наверное какой-то администрации транспорт стоит есть на территории стоянка своя хотя там табличка ответственности не несем то есть зачем она нужна она запирается на ночь но кто захочет залезет сами понимаете поэтому у какая то есть это хорошо так вот скажите музычка это лагерь лагерь нас тут веселят самого утра и до самого вечера вот у нас администрация здесь мы на первом этаже непосредственно тут холл такой здоровенный и на втором этаже столовая думаю мы зайдем вместе попозже в холл сейчас мы зайдем посмотрим что к чему тут тут как бы такой для досуга время отдыха можно проводить здесь он там телевизор стоит большой детские игрушки фонтанчики ну мы здесь жарко жарко днем очень жарко поэтому пошли очень даже тут как бы ну делать нечего скажем так поэтому мы так здесь пришли покушали и ушли скажем так тут всякие он там инсталляции есть музыка конечно тут бодрит от детей я не скажу уже плохо весело детский смех всегда все хорошо так ну там прямо сцена на которой проходят всякие по вечерам здесь дискотеки мероприятия всякие ну здесь корпуса такой зеленый его и плохо видно вот они корпуса я кроме своего корпуса в других не был но судя по тому как они построены они разные все то есть вот он опять же солнечный классно красиво детишки бегают гуляют территория в принципе не очень сказать что большая но и не сказать что совсем кусая здесь погулять есть где то есть вот он мой корпус он из двух подъездов грубо говоря состоит то есть такой достаточно большой здесь всего на территории по-моему пять корпусов есть беседочки лавочки там возле каждого подъезда то есть достаточно всякого разного для гуляния ну как бы отбой здесь жестко в 11 часов вот они детишки здесь гуляют то есть нам весело вообще я не скажу что он раздражает абсолютно не спать ложатся рано то есть абсолютно вообще зато такой позитив есть смех детский классно все в общем это вот с тыльной стороны номера балконов нет что категорически неудобно есть вот эти вот перекладины неизвестно для чего то ли на них что-то повесить ну короче неудобно немножко но а номере чуть позже может быть в следующем видео будет сейчас вот я иду это мы вот прошли и сейчас выход к морю будет я туда к морю спускаться конечно не буду потому что довольно далеко идти сейчас я просто покажу вот фактически вот я прошел по территории вот он забор мы вдоль забора прошли и сейчас попробую показать здесь отсюда будет видно где-то метров сто в ту сторону и даже меньше наверное и там уже забор заканчивается в общем территория уже говорю все как бы лысовато не то чтобы лысовато просто молодое еще то есть видите все деревца молоденькие одни елочки здесь такие знатные классные но их скорее всего садили либо не растут так быстро либо их садили уже такими кто его знает не знаю я не специалист в этих вопросах так вот оно море наше то есть ну сами понимаете да из корпусов дорога прям сюда и мы приходим к морю сюда здесь вот она территория заканчивается давайте здесь чтобы там люди ходят не мешать чтобы вот такие красивости здесь вот ради чего можно серпеть здесь все тут все классно то есть вот так вот у нас выглядит наше море здесь у нас в ту сторону где только что показывал это в ту сторону идет у нас грузу в бобах торма сторона бердянска в эту сторону у нас тут конечно столбы мешают для того чтобы нормально пофотографировать поснимать сегодня немножко облачная и то хорошо хоть не так жарит а вот это вдали видите это белосарайская коса то есть вот так вот у нас и она вон аж я не знаю я сейчас попробую приблизитесь и руки дрожать сильно не будут вон она же где вот она заканчивается где у нас коска наша то есть вот эта вся часть видите огромная какая это все белосарайская коса мы за ней сразу находимся берег ну берег я покажу наверное в другом видео то есть ну как то так на этом все пока сегодня пока хотел еще показать шел домой беседочки здесь такие есть там вот далеки красивенькие это вот фактически край у нас уже тоже нашего пансионата здесь детская площадка одна и в той части аж там в том углу свой в той части там еще более современно но она более такая маленькая такая знаете комплекс такой детский для игры в общем детям тут есть где позаниматься скажем так турнички есть кстати интересно не обращал внимание надо будет зайти сюда на турничок все как надо все вроде как слегка поскрипывает но работает вот она грубо говоря край нашего пансионата яблочки зелененькие еще все как надо все есть здесь вот он забор сота есть со связью проблем никаких здесь нету с мобильной 3g тут и подавно нету ясен пень ну зато российский 3g тут отлавливается будь здоров 6 я когда поиски включал 6 операторов 3g нашел так что здесь если есть российская карточка я думаю что интернет 3g без проблем будет работать у россиян вообще конечно сейчас вот в эти годы уже достаточно мало вот как у нас война началась здесь людей мало здесь раньше было очень много сейчас вот здесь вот у нас дай бог чтоб третья пансионата занята была никто не едет сюда потому что то ли людям дорого то ли боятся не знаю сегодня ходили в само село в юрьевку тоже место валом а пустует все если раньше было тут косяками люди гуляли то сейчас никого нет то есть вот так для детишек тут есть где повеселиться все красиво меня поразило в этом пансионате когда только приехали это чистота здесь грибут вы мети на все здесь реально следят за чистотой за этом большой большой как бы плюс интересные такие вот деревца здесь растут такие красивенькие видите такие воздушные не знаю что это как называется но классно мне нравится то есть вот он вход в мой корпус я на втором этаже живу то есть корпус номер 4 номера здесь вот видите первый подъезд и соответственно номера как то так как то так но следующий будет уже внутри видео пока привет народ это уже второй дубль хотел снять тут постучались слаженной уборкой убрали номер как раз как чувствовали давайте начнем номер у меня двухкомнатный трехместный соответственно то есть две комнаты одна поменьше большая комната коридорчик в котором я сейчас нахожусь тут пусто собственно тут смотреть то нечего и санузел давайте начнем с санузла так горшок есть душ достаточно ну как такой большой единственная непонятность почему вот эту штуку прибили так низко то есть могли бы прибить где-то здесь чтобы можно было поставить как бы принимать себе душ вода есть холодная горячая все как надо слегка такое все прержавевшая но это мелочи всякая гадость управляется вот эта вот непонятно для кого и для чего она здесь придумана можно подумать что это будет на ней не знаю душ принимать отличительная особенность душа это если дверь закрываешь вот так вот пробую показать вам дверь закрываешь если да и вот эта штука аккурат вот так оп тыньц тыньц может удариться можно глаз выколоть себе вот этими фиговинами ну как то так вентиляция хреновая то есть она есть но очень плохая то есть фактически ничего ну медленно очень вентилируется по помещению в этой комнате вот такая мебель мебель тут вообще во всем номере это отдельный разговор там дальше покажу такое все уваленное скажем так сильно ну я имею ввиду такая корпусная мебель окно есть у нас большое тут еще стоял стол который мы перенесли там удобнее холодильник есть холодильник рабочий маленький да удаленький морозит будь здоров в комплекте у нас вот такой набор посуды да и вообще я могу показать что в комплекте в номере в нашем присутствует то есть ну вот видите да кому интересно почитайте почти все есть наверное памятка оп даже не читал еще вот есть мусорное ведро для стирки совок веник памятка в номере не курить туалетный магнитаз не бросать окна при проветривании укреплять брусочками деревянными ага посторонним номером находится нельзя одеяло и покрывало на улицу не выносить спасибо приятного отдыха понятно в общем кровати кровати это второй плюс после того что есть в номере ванна как бы душ есть хорошие матрасы то есть достаточно удобно спать на них на матрасах именно комфортно спать подушки убрали сразу малую свою привезли как бы нам ну вот пуховые я допустим уже не можем женой на них спать но мне приходится потому что больше не взяли с собой так большая комната в большой комнате у нас тоже так сказать шифонер шкаф смотрите какая всякая штука все вот это вот все разваленное все вот это вот скрипучее эти вообще дверцы закручены то есть они не открываются стол оттуда принесенный кровати опять же такие же мы их сдвинули нормально и две тумбочки одна и вторая телевизор телевизор работает но нет пульта то есть занимайтесь спортом среди ночи выключайте телевизор пальцами тумбочки в кровати вентилятор в комплекте это единственное кондиционирование то есть вентилятором пользоваться вид из окна у нас морской прикольный такой классный море видать собственно все вот эта штука кстати единственная вещь где можно что-то сушить но она такая некрасивая мне пришлось сколхозить вот такую фиговину два стула паракорда несколько витков как бы сушим здесь плавки купальники и все такое прочее ну собственно что сказать еще само по себе ну как это сказать помещение вроде бы неплохое но при этом вот портят картину все вот такие вот вещи видите вот это вот это вот это вот это вот порватые шторы как бы эти вот отметины на стенах непонятно что это такое короче мебель вот эта убитая не знаю вроде бы неплохо но с другой стороны и осадок того что какой-то запущенности есть хотя ну вроде бы не запущенная здесь следят убирают вот я смотрел только что буквально обратил внимание что канашка у нас вся пластиком сделана то есть как бы и водопровод у нас весь пластиком сделан то есть ну как бы уже по нормальному все сделано унитаз не старый этот умывальник раковина тоже достаточно умывальник в принципе неплохо но как бы есть свои косяки большие вот так ну по номеру все сейчас собираюсь вожу пивко в холодильник и иду на море купаться принимать солнечные ванны все пока пока на этом все забыл сказать розеток в номере раз два и в той комнате две четыре штуки так что я поначалу не брал ничего потом к нам приезжала сестра жены и она привезла она мне попросил вот такую штуку потому что все зарядные устройства всякие от комаров фумигаторы втыкать некуда по большому счету поэтому если что запаситесь зонтик в номере есть но мы пользуемся своим ну зонтик от этого господи от солнца он там стоит кстати весь комплектное все все что было здесь вот эти подушки ужасные просто ужас так что лучше берите свой потому что зонтики развалены все как они нам сами сказали то есть они так уже еле-еле дышат ну теперь все иду на море